Уважаемые граждане России, дорогие друзья, заканчивается 2021 год. Совсем скоро время перенесёт нас из прошлого в будущее. Да, так происходит каждый день, минуту и секунду. Но этот непрерывный ход времени мы отчётливо слышим, когда встречаем Новый год, жжём его как важный жизненный рубеж. Всех нас объединяет сейчас нажистью на предстоящие добрые перемены. Но мы понимаем, что их невозможно оторвать, а делить от событий ухожащего года. Мы столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жёстких условиях, решать сложные задачи. И смогли это сделать благодаря нашей солидарности. Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хотел выражить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных, близких людей. Дорогие друзья, самое главное, что все трудности ухожащего года мы преодолевали вместе. Защитили тех, кто оказался в сложной ситуации. В первую очередь поддержали людей старших поколений и семьи, где растут дети, будущие России. Мы твёрдо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасности страны и граждан. В короткие сроки восстановили экономику и по многим позициям выходим сейчас на реализацию стратегических задач развития. Конечно, нерешённых проблем ещё очень много, но этот год мы прошли достойно. Главная заслуга здесь принадлежит именно вам, гражданам России. Это результат вашего, дорогие друзья, напряжённого труда. Каждый на своём месте стремится исполнить свой долг, сделать не только то, что в его силах, но и много больше. Помочь тем, кому особенно трудно. Сердечное спасибо всем вам в такое непростое время, как сейчас. Очень важен настрой на созидание, стремление обязательно реализовать свои личные планы и принести пользу обществу и родной стране. И, встречая Новый год, мы надеемся, что он откроет новые возможности. Рассчитываем, конечно, и на удачу, но всё же понимаем, что достижение задуманного прежде всего зависит от нас самих. От того, что ставим в приоритет, тем наполняем повседневную жизнь, насколько крепко, активно берёмся за тело и добиваемся конкретных видимых результатов. Из них будет складываться реализация наших общенациональных планов. Их главная цель – повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач сделает Россию ещё более сильной. И только вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие и процветание нашей Рожины. Дорогие друзья, новогодняя ночь буквально наполнена добрыми чувствами и светлыми помыслами, желанием каждого проявить свои лучшие качества. И в такой открытости, шедрости, суть и энергетика этого чудесного праздника, когда становится так важно согреть родителей вниманием и заботой, обнять, если они рядом, сказать всем близким, как они дороги вам, какое это счастье, когда есть любовь, дети, семья, друзья. Всё это великие ценности, которые во многом определяют смысл жизни каждого человека. Мы все хотим, чтобы в наступающем году они оставались для нас такой же надежной опорой. И сейчас спешим признаться дорогим для нас лёжам в сокровенных чувствах, произнести те искренние слова любви и благодарности, на которые порой не хватает времени в будуничной свете. Но настоящее новогоднее волшебство в том и состоит, что открывает наши сердца чуткости и доверию, благородству и милосердию. И где бы вы не были в эти минуты, в кругу семьи и друзей, на площадях любимых городов, везде звучат самые тёплые пожелания. С удовольствием к ним присоединяюсь и хочу отдельно поздравить с Новым годом всех, кто исполняет сейчас свой профессиональный и воинский долг. Спасает и выхаживает военных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок. Не прерывается работа на транспортных магистрариях, наряде производств и служб жизнеобеспечения. В этих сферах работают сотни тысяч наших граждан. Спасибо вам за ответственный, важный для страны и общества труд. Дорогие друзья, через несколько секунд наступит Новый год. И во многих семьях, в том числе и у наших соотечественников за пределами России, прозвучит традиционное «С Новым годом», «С Новым счастьем». Эти простые слова мы произносим с особым чувством, потому что они передаются из поколения в поколение. Искренне поздравляю вас. Главное пожелание всем, конечно же, крепкого здоровья. А к нему вере приложатся успехи в работе, в учёве, в творчестве и в любимом теле. Пусть и в каждом доме будет как можно больше радостных событий. Пусть проявляются новые семьи, рождаются дети. Пусть они вырастут здоровыми и умными, честными и свободными. Пусть любовь будет в каждом сердце и вдохновляет всех на достижение поставленных целей и покорение самых больших высот ради своих любимых и ради нашей единственной великой Родины. С Новым годом, дорогие друзья! С Новым 2022 годом!